Добрый вечер, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Окончательный вердикт. Верховный суд Абхазии поставил точку в деле Климантовича Искаредновой. Кабмин постановляет. Кабинет министра в Абхазии рассмотрел на заседании более 20 вопросов. Из Женевы в Сухум. 39-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье завершен. Президиум Верховного суда Абхазии поставил точку в деле убийства Сергея Климантовича и Оксаны Искаредновой, оставив в силе решение коллеги по уголовным делам Верховного суда, согласно которому подсудимые признаны виновными в совершении умышленного убийства. Заказчик получил 16 лет, а исполнители от 13 до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судебное заседание проходило в здании столичной милиции, куда с небольшим опозданием и были доставлены все проходящие по делу подсудимые. Ахра Гопи, Джимбер Бегвава, Рамин Хмаил, Аслан Свишбай, депутат парламента Абхазии Ноди Квициня. В зале суда собралось много журналистов и представителей правоохранительных органов. Интерес к уголовному делу достаточно большой. Президиум возглавил зампредседателя Верховного суда Абхазии по уголовным делам Анри Барциц. В состав вошли судьи Рауль Пачуля, Зура Баджинджал, Ада Касланзе и Эсма Корсая. Обвинение поддержал первый заместитель генерального прокурора Георгий Аршба. Судом первой инстанции установлено, что после того, как Климантович отказался выплатить требуемую сумму денег, к Вицине вступил преступный сговор с Пегвава, Хмаил Свишбагоби, которым поручил за вознаграждение совершить убийство Климантовича и Старезного. Суд в приговоре достоверно утверждает, что Бегвава, Хмаил Свишбагоби согласились, вернее, с предложением к Вицине, вступили с ним в преступный сговор и заранее договорились между собой совершить убийство потерпевших за вознаграждение. Таким образом, Пегвава, Хмаил Свишбагоби по предварительному сговору группой лиц между собой совершили убийство двух лиц. Кассационная коллегия ввиду изложенного считает квалификацию преступных действий перечисленных лиц и предъявленное им обвинение в части убийства органами предварительного расследования обосновано и верно. Суд, посовещавшись час, оставил в силе решение коллегии по уголовным делам Верховного суда, согласно которому подсудимые признаны виновными по делу о похищении и умышленном убийстве россиян. Заказчик получил 16 лет, а исполнительный от 13 до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж Нисфы Аршба смотрите сразу после выпуска новостей. Временный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Абхазии товаров не для коммерческих целей. Форму документа, вида на жительство Республики Абхазии и ряд других решений утвердил на очередном заседании Кабинет Министров Республики. Подробности в материале Ринаты Шакая. Кабинет Министров Абхазии рассмотрел на заседании более 20 вопросов по решению Кабмина начальником пожарно-спасательной службы МЧС. Назначен Нукзар Эмурхпа. Заместителями председателя Государственного комитета по репатриации стали Гугуца Джекерба и Иркан Кутарба. Министры также постановили освободить Ашота Миносяна от должности заместителя министра сельского хозяйства. В связи с его избранием депутатом парламента республики. На заседании также был рассмотрен вопрос об утверждении временного порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу Абхазии товаров не для коммерческих целей. Начальник правового отдела Кабинета Министров Лашатсава отметил, что принятие этого документа предусмотрено законом, в частности, таможенным кодексом Абхазии. Данная мера не направлена на введение каких-либо ограничений для граждан. Главная задача данного документа обеспечить права интересных граждан, так как на сегодняшнее время из-за отсутствия такого документа всегда могли возникать вопросы на границе. То есть подпадает, скажем, та или иная партия товаров, которые физическими лицами перемещают коммерческими или некоммерческими данными, документы снимают эти вопросы. С одной стороны, граждане теперь будут четко знать, какие у них права, какие они могут перевозить партии товаров для собственных нужд. Здесь конкретный подробный перечис. Кабинет министров постановил, что решение вступит в силу с 1 мая текущего года. Министр экономики Адгур Ардземба выступил с проектом постановления о предоставлении ООО «Здоровье нации» права пользования роддомного источника в селе Сауквар от Кварчайского района. Глава экономического ведомства подчеркнул, что речь идет о предоставлении лечебных услуг. Премьер-министр Беслан Барциц выразил надежду на то, что уже с началом летнего курортного сезона источник сможет принимать первых отдыхающих. Это постановленное будет направление. Действительно, это первый соцпроект в ООО «Здоровье нации», куда могут поехать наши туристы для того, чтобы получить сантовно-курортное лечение. На заседание кабинета министров была утверждена форма документальной книжки. Вид на жительство. Вице-премьер, министр внутренних дел страны Аслан Кубахи отметил, что документ соответствует всем необходимым требованиям. Это последний этап того постановления парламента, выстраданного постановления парламента, где, вы помните, было решение принято о замене паспортов граждан Республики Абхазии. Это предусматривало гражданам выдается паспорт, не гражданам выдается вид на жительство. Это такой же документ, как Аслан Косеевич сказал, формы защиты такие же, формула выдачи такая же. Здесь нам дают, как говорится, три недели для того, чтобы мы подготовились. Нам и трех недель не надо. Я думаю, что со следующей недели технически мы уже давно готовы, инструкция тоже готова. Аслан Кубахи добавил, что в течение нескольких месяцев у всех граждан Республики будет документ, удостоверяющий их личность. Начальник правового отдела Кабинета министров Лаш Атсава отметил, что внешнеполитическому ведомству страны поручено провести переговоры с российской стороной и обсудить вопросы свободного въезда и выезда в Абхазию людей с видом на жительство. Дополнительно в повестку дня был включен вопрос об утверждении ведомственной целевой программы «Здоровье-2017». Постановление было принято единогласно. Рината Шака, Эльдар Дамиров, Абхазская телевидение. В Женеве завершился 39-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Как сообщает официальный сайт МИДа Абхазии, основное внимание дипломаты уделили выработке совместного заявления о приверженности к неприменению силы. Поднимались также такие темы, как продолжающаяся практика дискриминации наших граждан со стороны Грузии и ее западных друзей, попытки международной изоляции Республики Абхазия, проблема непризнания жизненно важных документов, выданных в Абхазии, внесенных Грузии, на 34-й сессии Совета по правам человека ООН политизированный проект резолюции, в котором указано искаженное представление ситуации. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови на своей личной странице в одной из социальных сетей опубликовал, что общая атмосфера была омрачена рядом сложностей. В очередной раз не удалось принять заявление участников о неприменении силы. Тем не менее, есть перспектива реализации данного проекта на следующем раунде. Рассмотрение текущей ситуации прошло в рабочей атмосфере. Позиции нашего государства по ключевым вопросам были доведены до сведения участников, написал Кови. Юбилей Алексея Гогу отметили сегодня в Абхазском драматическом театре. Народному писателю исполнилось 85. За выдающийся вклад в развитие национальной литературы и духовной культуры, а также за создание высокохудожественных произведений, президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил народного писателя Алексея Гогуа в день его 85-летия орденом Ахзапша первой степени. В пресс-центре Абхазского телевидения прошла пресс-конференция художественного руководителя Абхазской госфилармонии Эсмы Дженя. Уже 6 апреля на сцене филармонии выступит популярный российский артист Вениамин Смехов. И это будет первый концерт в серии встреч с известными российскими артистами в Абхазии. Подробности у Сарейсмыр. Новый и совершенно уникальный проект Абхазской госфилармонии «Человек-слова» стартует уже 6 апреля. В рамках проекта в Абхазию будут приглашаться известные российские артисты. Это будут люди, которых знают и любят не только в России, но и в Абхазии. По словам художественного руководителя Абхазской филармонии Эсмы Дженя, только такими проектами и встречами удастся приобщить людей к настоящему искусству. Это действительно люди, обладающие какой-то культурой речи, культурой взаимоотношения, артисты и публики, обладатели огромных знаний. Они эксперты в области поэзии, эксперты в области литературы. И вот нам захотелось приглашать этих людей, которые наши с вами современники, но вот как-то мы немножечко на обочине того, что они делают. К сожалению, их маршруты не проходят через Абхазию. С их стороны эта инициатива каким-то не рождается, да, и поэтому нужно с нашей стороны таких людей сюда приглашать, заманивать, привлекать понимающей публикой. Я уверена, она в Абхазии есть. На пресс-конференции СМА Дженя рассказала, что уже на следующей неделе у абхазского зрителя появится возможность познакомиться с популярным российским актером Вениамином Смеховым. Актер будет читать стихи известных поэтов, рассказывать о себе и об искусстве в целом. Первым, значит, у нас в этом списке был Вениамин Борисович Смехов. Прекрасный артист, но, как он сам себя называет, я человек слова. То есть, в общем, от этого тоже пошло. В первую очередь, любитель литературы, знаток, эксперт поэзии Маяковского, эксперт персидской поэзии, автор сценариев, писатель, педагог. И, между прочим, он режиссер не только спектаклей, но и оперных постановок. Так что это человек-универсум, можно сказать, и это действительно бесценное общение. И самое интересное, что мне нравится в этом артисте, он не зануден, он очень интересен, он настоящий лицедей, актер, он с огромным чувством юмора, он так любит пошутить остро, но не обидев при этом ни коллег, никого. В течение этого года в Абхазскую филармонию будут приглашены такие известные артисты, как Александр Ширвиндт, Александр Филипенко, исполнительница романцев Елена Камбурова, композитор и музыкант Максим Дунаевский. Это настоящие мастера, профессионалы, у которых есть чему поучиться. Это очень важно. То есть не просто развлечься, приятно провести время, а вынести что-то после этой встречи. Что-то, что наполнит тебя, возвысит тебя, даст тебе какие-то новые знания, полезные, потому что искусство – это всегда полезно. Необходимо отметить, что филармония также предоставила возможность абхазскому зрителю задавать вопросы актерам. На сайте Государственной филармонии в социальной сети Facebook каждый желающий имеет возможность составить свой вопрос, который будет задан актеру на творческом вечере. У нас есть очень хорошие вопросы, мне совершенно за них не стыдно. Я с удовольствием их передам артисту, мы продолжаем их собирать. Собираем их на своей странице в Facebook, там есть такой пост, можно в любом комментарии под постом о Вениамине Смехове оставить вопрос. И в процессе творческого вечера он обязательно ответит, назовет имя автора вопроса, мне кажется, это так, польстит. Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии также рассказал журналистам и о других проектах, которые планируют сосуществить в течение года. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 255 учащихся младших классов из всей Абхазии приняли участие в детской республиканской олимпиаде среди школьников. Они соревновались в умениях сложения и вычитания, умножения и деления. О том, как прошла олимпиада среди юных математиков, в сюжете наших корреспондентов. Основная цель предметной олимпиады – выявить особо одаренных и способных учащихся. По словам декана педагогического факультета Абхазского государственного университета Людмилы Бения, детей, принимающих участие в этом году в олимпиаде, немного больше, чем в прошлые годы. Из года в год, вот как мне кажется, уже третий год бываю, и мне кажется, ну, количество увеличилось. Детей немало, это приятно. Тут есть и из гала дети, очень много сельских ребят, это тоже интересно. Вот раньше было больше городских, сейчас есть и сельские дети, из сельских школ. Сегодня участники олимпиады, учащиеся четвертых классов, соревнуются в знаниях по математике. В этом году задания были составлены специалистами АГУ. Чуть выше программы, я думаю, потому что это рассчитано на победителей республиканской, да, поэтому задания нелегкие, но все это в рамках программы. Ученица Гагарской средней школы номер 4 Камила Ябазова впервые принимает участие в республиканской олимпиаде. Перед сложным испытанием девочка, безусловно, волнуется. Самое главное для Камилы – это не подвести свою школу и преподавателей. Это первая моя олимпиада. Я хочу выиграть, мне страшно, боюсь. За более чем полтора часа практически все участники республиканской олимпиады справились со своими заданиями. Исходя из этого, можно сделать вывод, что дети хорошо подготовлены и способны проявить свои знания. Я из города Сухума. Родился тут. В математике для меня самое сложное – это уравнение. И вот такие примеры. Я справлюсь. Я уверена, что я держу победу. Участие в олимпиаде имеет большой воспитательный смысл, так как в детях развивается стремление к лидерству и желание учиться. Хамидан Гумба, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. Об этом Апсенопресс сообщили в пресс-службе столичной администрации. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается пасмурная погода. Местами возможен слабый дождь. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Днем 11,13 тепла. Температура моря плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok